Девочка-пай Девочка-пай Приветствую вас, зрители моего канала! С вами Копа из железа, Василий Копор из Питера. Сейчас на подходе к лесу. Сейчас нахожусь в Ленинградской, естественно, области. Сейчас иду по узкоколейке в направлении Веймара, станции. Ну, в этом направлении, в общем, не буду раскрывать все секреты. Так что вот так вот. Вы сидите, наверное, дома. Потом поздравлю вас с наступающим, естественно, Новым годом. На этом месте раньше была станция. Здесь было достаточно много станций по этой ветке. Вот одна из них. И еще так называемые разъезды. 25 разъездов, я запомнил. На протяжении 255 километров. Так называемая Шанхайская. Шанхайка ее называли. Достроили ее, по сведениям, в середине 41-го года. Но я точно не буду вдаваться в историю. В общем, она сейчас, естественно, заброшена. По краям здесь, по углам и костыли находятся, и, значит, ну, которые забивались, да. Вот, поэтому так. И всякие там приблудасы от именно железной дороги. Так как ее разбирали, рельсы местные, наверное, жители на металлолом сдавали и вывозили. Поэтому вот так вот. Ну, продолжим. Если я дойду, сейчас идти мне где-то 2,5 километра. Примерно так, лаптем я померил по карте. А я вам хочу, дорогие мои, рассказать занимательнейшую историю. Приключившуюся со мной. Я много в своей жизни что-то забывал перед поездкой. Было, значит, следующее. Поехала как-то. Жена уехала на работу. Я ее отвез. А потом, думаю, такой серый денек, надо чем-то скрасить. Поеду, я покопаю. Быстренько в попыхах, естественно, собрался. И, собственно, поехал. Ветрюган такой был. Вроде тепло, но ветер. Осень такая серенькая все. Ой. Вот. И, значит, как вы думаете, что я забыл? Да, наверное, догадались. Забыл я шапку. Обычную шапку, вроде, казалось бы. Также мог бы забыть перчатки. Ну, забыл шапку. Это гораздо хуже. Потому что сильный ветер и невозможно. Я приехал на место. Просто невозможно. Лучше. Все холодно. Никакие воротники не помогают. Башка бы замерзла. Я бы с вами сейчас только фигушки-воробушкам, вернее, показывал. А не с вами бы сейчас разговаривал. В общем, прибежал я в сельмак. И из шапочек только были банные. Я купил банную шапочку, представляете? И вот в этой белой банной... Ой. Шапочки я копал. Ой-ой-ой. Началась отвратительная дорога. Опять. Какие-то следы большие. Может, медведь? Не дай бог. Шатун какой-нибудь. А вторая история занимательная. Значит, у нас с женой какие-то прения там постоянно. Поначалу были. Вот опять копать, там и копать. Вот. И, значит, была следующая история. Сейчас я веточку отогну. Вот. Поехал я вместе с женой уже на участок. А рядом с участком интересные места, которые мне хотелось бы покопать. Вот. И нашли такую альтернативу. Мы сейчас ездим по делам. А потом я часик похожу. Ну, вроде как договорились. Тоже в пыхах собирался. Среднюю штангу от металлодетектора оставил дома. Вот это облом. Естественно, я не покопал. Так что, господа, составляйте список. Один. И перед выездом просто пробегитесь глазами и вспомните, что вы положили в рюкзак. Вот, по-моему, какая-то засидочка. Да, засидочка для охотников. Видимо, тут дикие звери. Лесенка, все дела. И вот так вот она выглядит. Кто бы до цели осталось буквально рукой подать 500 метров и хотел бы вам тоже делать небольшой лайфхак. Всегда берите перчатки, господа. Но не основные, в которые вы копаете, а второстепенно. Бывает так, что они намокли, а мороз. Но это по поводу зимнего копа, естественно. Вот, уважаемые подписчики, я наконец добрался до этой замечательной речки. Потом мы обязательно, если, конечно, я что-нибудь найду, сюда приедем. Вот, а здесь уже по этой стороне начинаются фундаменты. Один здесь, дальше вот там вот фундамент. И если пройти через речку, через мост, кстати, вот эта насыпь, это и был мост, собственно, вот они и строили в Советском Союзе. По-моему, в 30-х годах начали закладывать. Вот, на другую сторону, ну, а там с правой стороны была поселуха. Так, забыл вам сказать еще небольшую информацию по поводу именно, опять же, зимнего копа в основном, потому что летом оно вам вряд ли пригодится. Когда вы приезжаете на место, сейчас я вам покажу, собираете прибор, вот, и ждете какое-то время для того, чтобы нормализовалась температура окружающей среды и прибора, потому что, когда прибор в рюкзаке находится, он одной температуры, значит, окружающая среда другая, перепад, и может сгореть прибор. Поэтому минут пять, ну, пока пьем кофе, значит, отдыхаем после длинного марш-броска, вот, попейте чай, и потом можете, в принципе, продолжать, и ничего прибору не будет. Также из холода в тепло как бы не включайте, потому что конденсат и так далее образуется сразу испарение внутри прибора, вроде снаружи не видно, а внутри испарено. Может, замечали, когда там приносите какую-то видеокамеру, опять же, домой, или фотоаппарат, поснимали, там, приходите домой, и такое запотевание. Именно поэтому я использую экшн-камеру в ущерб красочности картинки, но зато, зато, в принципе, видеокамера для летнего периода, она жива. И нашел я фундамент из положительного уже. Вот, ну, рядом. Может, что, зацеплю, какие-то монетки на склоне, там, поменьше снега. Посмотрим. Вот, дамы и господа, мои первые находки. Жучок, паучок. Сейчас я его закопаю опять в грунт. И гильзу. Потом. Сегодня такой не коп, а баловство, поэтому могу себе позволить последний все-таки выезд. Вот такая глубина. Вот такие сигналы. Так что вот так вот продолжим. Но это кое-где, потому что кое-где там вообще там по колено снега, и нифига. Опять же, как предмет жилья, вот такая вот створка от печки. Непонятно, каких годов, конечно. Но вот так вот. Что есть пока. Вот, как я и говорил, от железной дороги попадаются всякие такие приблудасы, металлические, большие. Снега очень много, поэтому монет сегодня не будет. Вот, будет только много-много снега. Прекрасный вид вот такой вот. Ну, как-то так. Печальненько. Ну, чё ж, конец года. Побудем сегодня юными натуралистами и запечатлением мост разрушенный, который во время Великой Отечественной войны был взорван. Вот так вот это выглядит. Вот, по старой традиции нарядим ёлочку вот таким вот образом в лесу. Ну, выбрал какую-то ёлочку, нарядил чуть-чуть и положим, задобрим лесных духов, которые здесь где-то обитают, и ближе к ночи они будут буйствовать. Вот. В общем, задобрим их чем-нибудь сладеньким, то, что, в принципе, у нас есть с собой. А традиция эта длится достаточно долго, и сейчас я вам расскажу, как это было. Традиция наряжать ёлку пришла к нам из Германии, а появилась она задолго до возникновения христианства. Древние германские племена наделяли природу божественными силами, они верили в существование лесных духов. Также считалось, что на хвойных деревьях живут сверхъестественные существа, которые могут насылать метели, вызывать морозы и запутывать охотников. Особенно сильными эти духи становились длинные и темные зимние ночи, поэтому, чтобы умилостивить лесных существ и попросить у них помощи, люди старались их задобрить. Ели, на которых якобы обитали духи, украшали плодами и различными лакомствами, жицы произносили особые заговоры и совершали обряды. У некоторых племен ель была символом жизни, благотворных сил природы, так что обычаи эти были привязаны обеспечить людям здоровье и процветание. Поздравляю вас, друзья, с наступающим Новым Годом, всем добра, любви, счастья, побольше хабарка хорошего, побольше кладиков вам. А с вами был Василий Копорь из Питера и группа на Ютьюбе Копай Железно. Всем удачи и до встречи в Новом Году. Ура!